Если вы хотите узнать, как Абсолют Ролеплей быкует на своих конкурентов, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Не так давно на моем канале выходили ролики, что-то типа там знаете Абсолют Ролеплей, Неабсолют Ролеплей, там все вот эти вот прочие вещи, в которых я рассказывал про сам Падон, созданный этим сам Абсолютом. Это было в те времена, когда Аризона Ролеплей начали активненько, так знаете, заниматься своим лаунчером, то есть туда добавлять какие-то свои новые файлы, все прочее. И одним из таких файлов, я рассказывал в том ролике, стал вот файл из как раз-таки всего этого сам Падона. И тогда Абсолют Ролеплей там где-то на своей официальной страничке, то ли еще где-то, написали, мол, вы че пацаны, мы вот это вот все разрабатывали, а вы как бы, ну нас даже не указали, там не сделали что-то прочее и так далее. И в тот момент Аризона, то есть я об этом во всем говорю в ролике, мгновенно все это удалило и типа конфликт был исчерпан. Потом у Родины РП там тоже какие-то были свои вот эти вот штуки, что-то они там тоже взяли и так далее. И в общем-то тогда все эти конфликты, все это замяли, там все удалили, все потерли, сказали, все пацаны, мы не хотим с вами никаких конфликтов, хотя если бы Аризона с кем-то конфликтовала и дело бы, возможно, даже дошло до каких-то судебных разбирательств, то, как говорится, ребят, ну не судись с богатым, как бы, не дерись с сильным. И тут в данном случае Аризона Ролеплей, она и богатая, и она сильная. Как бы я не говорю, что, типа, если ты богатый и сильный, то ты имеешь большую какую-то вероятность выиграть судебное разбирательство, тем не менее. Тем не менее, типа, ну зачем? Для чего все это делать? То есть, разумеется, что Абсолют Ролеплей из всего этого хотели изъять какую-то свою выгоду, видя там какого-то, я не знаю, лишнего упоминания их сервера для того, чтобы о их вот этом вот всем проекте, об их вот этом вот всем детища узнало побольше людей, и хоть что-то там, ну как-то вот какие-то новые люди туда пришли, потому что Абсолют Ролеплей, он не закупает рекламу, он не делает каких-то инновационных обновлений, то есть все, что они делают, это вот то, что я там последнее слышал, это сам поддон, они там какие-то несколько фиксов выпустили, и типа FPS стал намного больше. Однако, люди, скачавшие эту самую новую версию сам поддона, они столкнулись с проблемой, что FPS, наоборот, почему-то стало меньше. Опять же, не ручаю за эту информацию, то, что лично я слышал от людей, которые вот установили этот самый сам поддон, и вот лично мне я не являюсь приверженцем вот этого вот самого сам поддона, потому что, ну я с ним как-то попробовал поиграть, и мне абсолютно не понравилось. Не, ну все по понятиям было, все правильно сделано, красава. Я знаю большое количество людей, которые без этого, там, я не знаю, сам поддона вообще вот в сам поддон играть не хотят, потому что, ну типа, ну вот что-то не то, они говорят, то есть вот это вот, знаете, русификация, которую дает этот сам поддон, какие-то, возможно, фиксы, какие-то там, я не знаю, следы от машин, там какой-нибудь, я не знаю, анти-АФК, который запрещен на большинстве проектов, то есть многие без этого самого сам поддона действительно не могут играть, то есть, ну, в самом деле, пока они не установят, то есть вот, знаете, как это обычно бывает, там переустанавливаешь сам, вот, там, устанавливаешь какие-то свои все плагины, сам функции, клево, все прочее, а вот кто-то не может играть в сам, пока не установят сам поддона. Я не знаю, что это за касты людей, но я, по крайней мере, таких вот всех людей встречал. Так вот, когда казалось бы, что конфликт уже как-то более-менее замет, все уже об этом как-то забыли, то после обновления сам поддона на новую версию, по-моему, это была версия 2.6, при запуске абсолютно любого сервера, абсолютно любого проекта и так далее, там вылазило такое диалоговое окно, то есть диалоговые окна в этом самом сам поддоне, это прям, знаете ли, ну это классика, да, то есть там бывает, что у вас какой-то, я не знаю, допустим, скин установлен, да, и то есть вот этот вот самый, а сам поддон говорит, мол, эй, чувак, то есть у тебя установлен скин, который может считаться таким, знаете ли, читерской модификацией, Мы тебя как бы на сервак пустим, но наш античит работать не будет и администрация как бы будет знать, что у тебя вот есть какое-то подозрение на читерство, поэтому если ты будешь читерить, то ну вот все будет достаточно плохо. И вот сейчас, когда допустим любой человек заходит на любой сервер, обновивший как раз таки этот самый сам подон до самой новой версии, когда он заходит, он видит вот это вот самое диалоговое окно, которое говорит о том, что Arizona RP своровали плагин CrashFix у конкурента и отказались платить за него, Родина RP украли плагин SampIC и удалять отказались. Абсолют Ролиплей, я конечно дико извиняюсь, но какого хуя за плагин, который сделали, возможно даже если вы его сделали, да, то есть с нуля написали и так далее, вы пишете плагины на игру не вашего авторства. Абсолютно все моды, все модификации, все что вы напишите на эту игру, это не ваша собственность, вообще никак, потому что это какой-то пиратский софт, вот что-то наподобие того, потому что Rookstar это никак не лицензирует и вы это не можете никак лицензировать вследствие того, что ну как бы это пиратский софт, это как знаете, если бы допустим вот чуваки, вот эти вот пираты с торрентрекеров делали репак и кто-то у кого-то какой-то репак украл. И пират бы такой, эй, ты чё, вот я сделал репак на эту игру, я её взломал, да какой-нибудь там, я не знаю, Doom новый, да, Eternal, я его взломал, я потратил время, а ты за него даже заплатить не доплати мне, блядь, это я первый эту игру взломал, ёпта, это бля, моё авторство нахуй, моё авторство взлома, ты заплати за то, что перезалил, да репак мой, ты чё, сука, и тут та же, та же самая ситуация, какие, блядь, авторские права, какие, блядь, ваши разработки, вы делаете, сука, подделки на игру? Это как если бы какие-нибудь, я не знаю, КРМПшники, которые сделают этот корявый мод, потом, если бы кто-то, я не знаю, как-то перезалил, повторил и так далее, если бы они требовали чё-то. Вы чё, охуели, блядь, это нахуй не ваша разработка, блядь, это нахуй не ваши, вы чё, блядь, какие, блядь, моды вы, блядь, нахуй, ну защитите тогда, я не знаю, сам по авторским правам каким-нибудь, да? Это же, блядь, ёпта, не официальный пиратский лаунчер, да, который даёт доступ к игре и который запускается только исключительно с пиратской версии игры, да? Потому что если вы попробуете запустить сам через стимовскую версию GTA, она не запустится, блядь, вообще, вы чё нахуй? И абсолютно вот так вот быкует, лишь бы вот как-то, знаете ли, вывести всё это дело в конфликт, в конфликтную ситуацию всё это ввести. Ну это вообще пиздец, чуваки, блядь, это, это просто охуеть. Однако, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, геймплей снят на сервере Arizona, на роли плей Феникса, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании. Также в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, там публикуется вся эксклюзивная информация по поводу ИБЕС, поэтому заходите, смотрите, ознакомливайтесь и подписывайтесь, и заходите на сервер. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok